Пермская торгово-промышленная палата выступила с новым предложением поддержать торговые центры. Под новые льготы власти попадают только владельцы торгово-офисной недвижимости стоимостью более полутора миллионов рублей. Меры предлагают распространить на все торговые центры. Причем аналитический центр НАФИ уже заявил, что 60% предпринимателей уже имеют просрочки по аренде. Сейчас все эти темы обсудим подробнее с Олегом Ждановым, президентом Пермской ТПП. Он на видеосвязи с нами. Олег Михайлович, здравствуйте. Расскажите сначала о ваших предложениях. Что вы предлагаете? Как распространить льготы? Здравствуйте. Нас сильно удивило изменение, которое было принято законодательным собранием на предыдущем заседании, которое отнесло к льготируемым торговым центрам только центры, которые имеют площадь больше 5 тысяч квадратных метров. Кадастовый стоимость больше 35 за один квадратный метр и находится в собственности одного лица. Но для точности все-таки не про полтора миллиона, как мы сказали, и не полтора миллиарда, как написал компаньон. А в этом случае несложно посчитать, что 30 умножить на 5 тысяч получится на 150 миллионов. То есть в данном случае речь идет о том, что есть некая избирательная норма, норма, которая действует только в отношении владельцев недвижимости и стоимостью больше 150 миллионов. К нам поступило много обращений о тех, у кого площади меньше, но точно так же закрыты, точно так же страдают. У кого есть действия? Тысяча, у кого полторы. И, соответственно, мы сформулировали предложение следующего года. В Крымском крае с 1 января текущего года было принято решение о том, что налог будет платиться к кадастровой стоимости у торговых центров в площади, начиная от 300 метров квадратных. То есть вы помните, раньше у нас была годация 300 метров и 1000 квадратных метров. В этом году действует 300 для всех. В этом случае мы предложили распространить такой же подход, то есть от 300 метров квадратных считать в год. Потому что те, кто платят налог с кадастровой стоимости, фактически оплачивают примерно сумму налога, составляет примерно месячную выручку торгового центра, имеется в виду, по аренде. А учитывая, что простоят они закрытыми точно уже больше месяца, ну, соответственно, вот это и потери, которые мы пытаемся как-то даже частично компенсировать за счет недополучения дохода в бюджет. Олег Крымский, я хотел сказать, что много обращений. А сколько это порядок? То есть это десятки предпринимателей обратились? К нам, да. К нам десятки. Ну, если говорить в день, у нас приходит примерно 150-180. Телефонный звонков, если брать количество обращений, оно составляет, ну, вот если брать на расставище, у нас на сегодняшний день уже больше 600. Это писемных обращений. Да, а если по торговым центрам, то получается, что это не только, естественно, пермские, да, но и с территории тоже звонки приходят? Конечно. Есть и пермь, и территории, и, понимаете, всегда вопрос какой-то справедливости, да, он присутствует, наверное. Если кому-то помогает, а другому нет, тогда вопрос, а где градации? Почему вот так они по-другому? Почему 5 тысяч, почему один собственный? Почему стоимость от 30 тысяч, а если у кого-то 29, тогда что? Поэтому исходимость подходов, что если под налоги попали от 300 метров в порядок, мы предлагаем их под льготу заводить также от 300 метров в порядок. Независимо от количества собственников и от стоимости кадастровой объектной недвижимости. Я понимаю, что времени мало прошло, но тем не менее, вдруг какая-то уже ответная реакция от властей к вам пришла по поводу предложенных вами мер? Нет, пока нет реакции, но я думаю, что обсуждение третьего пакета мер будет 30-го числа. на совместное заседание экономического штаба и совета получения ценного пилота при губернаторе. Поэтому надеюсь, что там наши инициативы также будут обсуждены. Да, к третьему пакету, может быть, я надеюсь, успеем с вами чуть еще обсудить. Я хочу еще, вот аналитический центр НАФИ, хочу вас уточнить, да, написал, что 60% уже там владельцев предпринимателей, да, которые в торговых центрах, они уже там просрочки по аренде. Есть такая история в Пермском крае? Поступают к вам тоже такие обращения? Разумеется, очень много обращений, потому что предприниматели считают, что в этом случае необходимо получить ставку по форс-мажору. Но, к сожалению, Верховный суд уже дал разъяснение, что отношения арендатора к форс-мажору, ну, по крайней мере, по действующим нормам судебной практики не относятся. Мы и в лучшем случае, что можем дать это только ставку о том, что действительно та деятельность, или тот торговый центр, который существует, попали под ограничения, введенные указом губернатора. Это связано с введением режима повышенной готовности. Но, к сожалению, это неплохая помощь. Это в лучшем случае, это только возможность в судах отстоять право, чтобы не начисляли пение и штраф. Сама по себе сумма арендной платы, она в любом случае присутствует в отношении между одной страной и другой. Вы знаете, что у нас в Крымском крае принята норма, по которой могут владельцы недвижимости офисной заявиться на льготу по налогу в том случае, если они снизили арендные поставки своим арендаторам. Там норма не самая простая, так как надо подтвердить заключенные договоры при зарегистрированной палате по состоянию на 1 мая 2020 года и по состоянию после 23 марта, если не ошибаюсь, должно быть изменение. В этом случае можно потендовать на получение льготы. Вот пока про механизмы, кто обратился по этому пути, я не могу сказать, сколько обратились компании. Пока даем разъяснение. Мы вот много общаемся, на самом деле, в течение этого месяца с малым и средним бизнесом, в том числе по поводу, какие они получили льготы. В основном все доп. соглашения пишут о предоставлении 50% скидки по аренде. Но в итоге выручка-то падает больше, чем на 50%. Вообще, это мера действий на вот таких договоренностей с крупными торговыми центрами предпринимателей? Как считаете? Вы видите, здесь это уже отношение бизнеса. Мы готовы здесь предложить некие коммерческие процедуры, потому что понятно, что, с одной стороны, есть бизнес, у которого в собственности находится недвижимость, есть тот, кто идет в операционную деятельность. То есть потерять хорошего арендатора для собственника – это тоже беда. Поэтому кто-то готов пойти, чтобы потерпеть и не получать какой-то объем аренды платы. В течение периода закрытия понимаешь, что, скажем, сейчас он будет расторгать договор аренды, будет съезжать арендатор, пока он найдет нового. Это тоже периоды отсутствия выручки. И, в общем, надо выбирать из воздуха меньше. Ну, то есть, соответственно, никаких разговоров о том, чтобы каким-то образом субсидии прямые ввести на его плату аренды, пока не идет речи, да? То есть это слишком затратно будет? Ну, такой механизм точно не предусмотрен. Вообще, на самом деле, мы больше беспокоимся о ситуации, связанной с персоналом, и больше на эту тему обращаемся с властью. Потому что ситуация так называемой вынужденной безработицы, а это действительно вынужденная безработица, да? То есть человек способен работать, он может работать. Есть предприятие, которое готово представить ему рабочее место, но предприятие закрыто всего ограничительных причин. Вот это термин, который мы предложили, в том числе и на договоре Государственной Думы, участвовал в заседании рабочего группы, которое проводил сезон, Дмитрий Валерьевич, на площадке Государственной Думы и на предложение нашего труда такое направлено, что надо вводить понятие вынужденной безработицы и помогать именно людям, которые являются наимными работниками, снимать ответственность за опыт и за плату с тех предприятий, где они сегодня числятся. Что они числятся, но не работают, да? То есть предприятие обязан платить зарплату за невыполненную работу, за неполученную выручку. А он откуда должен взять деньги? Ему предлагают сходить в банк, возьмите кредит из процента. Да, но кредит надо выдать, давай. Если выручки сегодня не генерируются, ну, например, те же туристические компании, или рестораны, или гостиницы, то откуда в будущем возьмутся предприятие такие доходы, чтобы заплатить, по сути дела, в войну и тренировую зарплату. Тем более мы все знаем, что это 0% только на первые полгода. Олег Михайлович, если вернуться к торговым центрам, по подсчетам РБК недвижимость, в целом в России под угрозой как раз находится 4-5 миллионов человек, рабочих мест, то, о чем мы с вами начали только что обсуждать. То есть в каждом регионе это тысячи людей попали в эту область риска. Торговые центры и арендодатели. Какой порядок цифр можем здесь вывести в нашем регионе? Как вы считаете? Слушай, ну я вот не хотел бы гадать на кофейной грузе, у нас есть простой подход. А вот есть суперпродъемовая налоговая инспекция, которая везде заявила, что мы сделали очень замечательную информатизацию. Значит, у нас есть онлайн-кассы, у нас есть предприниматели, чью выручку мы видим просто с точностью до копейки каждый день. Вот это те, кто должны ответить на вопрос, сколько сегодня пострадало предпринимателей, сколько выручки недополучают или иные юридические лица, либо частные документы. К сожалению, налоговая инспекция эту информацию не раскрывает. Есть другие источники альтернативные, это операторы фискальных данных. Те, кто передают эти фискальные данные от онлайн-касс в налоговую инспекцию, и они на некоторых своих открытых ресурсах эти данные укладывают. Мы смотрели, там, про торговлю омебелью минус 86% от налогичного периода прошлого года. Торговля промышленными товарами минус 70% и так далее. Там просто катаптические цифры предпринимателей. И поэтому сейчас один из запросов, который обсуждается, в том числе на площадке региональной, это расширение перечень аквэдов, по которой является постадавшим. Вы знаете, что на федеральном уровне после предложения бизнес-объединений перечень аквэдов по продаже непродовольственных товаров также пополнился, как постадавшие отрасли. Но понимаем и другое, что бесконечно расширять его бессмысленно, нужны какие-то другие альтернативные способы счета. Вот наш подход в данном случае. Давайте считать потерянные выручки от данных раз. Когда мы поддержим как раз тот бизнес, кто внедрил кассу. Вот кто работал мимо кассы, он ничего не сможет доказать. А тот, кто работал по кассе, тот и покажет, что да, вот у него падение, вот и давайте ему помогать. А не просто по аквэдам. Понимаете, ситуация с теми же торговыми центрами, она тоже не до конца однозначна, потому что у кого-то большой объем занимает продовольственная часть, а она может работать. А у кого-то больше товарная, а она закрыта. Олег Михайлович, буквально минуту у нас остается про третий пакет. Все-таки хочу вас спросить. Да, вот вы уже частично сказали, что это расширение аквэдов. Что еще в нем предусмотрено? Ну, по крайней мере, что обсуждается, конечно же. Ну, одна из тем, это помощь экспортерам. В частности, это компенсация затрат на транспортировку продукции, учитывая, что сейчас здесь тоже провал большой, и явно не будут другие направления, такие как гармонично-выставочные деятельности, различные бизнес-миссии. К сожалению, они сейчас в силе ограничений не реализуемы. Значит, еще два предложения, которые обсуждались. Ну, понятно, что у 30-го мы услышим полный пакет предложений. Это было субсидирование процентов доставки по ранее взятым кредитам до уровня 6%. Это для того, чтобы помочь тем, кто оказался закредитован на момент оказания, на момент внедрения ограничений, например. И тема, связанная с помощью в трудоустройстве, то есть доплаты до половины минимального размера в течение 6 месяцев, тем предприятиям, которые возьмут работников со своей службой занятости. Но везде надо обсуждать механизм, потому что мы уже тоже говорим, что тут важно, чтобы не получилось, что за этим доплату сейчас придут те, кто вчера лимпидировал, завтра создал его на этом же месте. Да, очень интересная тема. Я думаю, мы ее отдельно обсудим. Спасибо большое. Олег Михайлович Жданов. С нами был на связи президент Пермской ТПП. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова